Всем привет! Снова при нами панцир и снова при вами же с панциром и пиво. И сегодня мы, мы, я пробуем. Еще одно пиво, пиворник Фанатик, называется оно Хиллес. Это я уже лагерь мексиканский пробовал. В принципе, он хоть не в моем вкусе, но пиво неплохое. Так, что у нас здесь? 4,3 алкоголь, 12 процентов, как его сказать, плотность и горечь 28 и бу. Объем 33, естественно. Я его первоначально не хотел брать, но потом думаю, надо хотя бы для сравнения пробовать, что же это за пиво, поэтому я его взял тоже. Собственно, этим мы сейчас и займемся. Пробуем и сравнением. У меня такое впечатление, что в кружке в этой постоянно пениц, когда кружка неправильная. Что я сюда не налью, оно все вот с такой вот пеной. Прямо странно. Но пиво светлое, даже так видно, что оно светлое. Как видно, карбонизация хорошая, судя по всему. В чем бы тут ни был прикол, в пиве или в кружке, пузырьков достаточно. Там видно и так пена садится и скоро у нас будет пиво, которое мы, в принципе, сможем попробовать. В аромате чувствуется же горечь. Прямо сразу. Хотя 28 это не так уж и много, скажем так. Но я думаю, странная горчинка, хмелевая будет, так или иначе. Поэтому она так и ощущается. Что, попытаемся добраться до пива. Странный такой вкус. Горчинка есть, но она не такая сильная, как может показаться по аромату. Вкус чем-то похож на вкус апилля, кстати говоря. То есть, такой же прикус есть. При этом пиво довольно мягкое. То есть, горечь не мешает. И, ну, я не думаю, что это прям горечь. Да, горькая нотка есть. Мелевая. Но, ну, где-то я знаю, наверное, как в эйлях такое. Не сильно, не как в эйпа, но есть. Довольно свеженький вкус. Оно холодненькое. Его даже можно пить для утоления жарства. Я думаю, что оно не сильно поможет. Конкретно это пиво. Что же касается моих взглядов на это пиво. Ну, себе бы я его не брал, честно. То есть, не совсем то, что я люблю. Хотя, я повторюсь, горчинка не очень сильная. Вполне приемлемая. То есть, она не мешает воспринимать пиво. Но вкус все равно не совсем то, что мне нравится. И вот в послевкусе остается, не то чтобы даже горечь, а терпкость какая-то остается на языке. Я считаю, что это не самый лучший вариант. Хотя, поджаренное мяском, я думаю, дошло бы нефигел. Итак, в целом. Как для крафтового пива, то оно довольно неплохое. Хотя, я понимаю, что это не совсем крафт. А как для заводского пива, оно довольно оригинальное. По крайней мере, для Украины. Итого, в принципе, неплохое пиво. Не совсем то, что я люблю. Но если по соотношению цена-качество, то оно вполне нормальное. Потому что, я повторюсь, пиво от Волынского Бровара или, допустим, от Правды, стоит, извини-ка, двинца 40 гривен, а то и выше. А это пиво стоит до 30 гривен. То есть, по сути дела, по цене заводского пива. И оно есть в свободной продаже. Его как бы не надо искать. Ну, пока у нас, по крайней мере, оно продается. Ввиду этого, если вы любитель пива крафтового, вы любитель пива с горчинкой и любитель Pale Ale, я думаю, это пиво вам зайдет. Тем более, по засилью в магазинах сейчас пива очень легкого по вкусу, это, ну, выделяется таким ярким пятном. Причем не совсем зашкаливающим, как бывает, а именно вот такой вот, то есть во вкусе этого пива присутствует та яркость, которая придает ему определенный шарм, но не портит ощущение вкуса пива. Что очень сложно по нынешним временам. Почему-то, блин, у нас сейчас либо совсем горькое выпускают, либо совсем воду. Это нечто среднее. Вот. Рекомендую ли я его? Ну, так, чтобы пить? Нет. Чтобы попробовать? Да. Я думаю, попробовать его стоит, потому что вполне может заинтересовать. И, возможно, вам оно понравится и его можно пить или хотя бы иногда себя баловать, разбавлять то пиво, которое вы пьете ежедневно, ну, часто, не ежедневно. Вот этим пивом. Оно вполне нормальное. То есть и по цене, и по качеству, то есть по вкусу. Вот как-то так. Ну, а я, в принципе, это пиво не могу с большим удовольствием, но выпью с удовольствием. Субтитры сделал DimaTorzok